Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Вы в эфире студии «Радио Болтком». Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в студии Мара Киммеле. Доброе утро. Доброе утро, Мара. Спасибо, что пришла. Да, пожалуйста. День сегодня солнечный. Я надеюсь, что мы еще успеем им насладиться. Пей кофе параллельно. Будет очень приятно. Мы сегодня поговорим о том, что такое латышский театр. Потому что для меня, например, мне казалось, что я очень много знаю про латышский театр. Когда я работала на фестивале «Нед» в Москве, мне казалось, что я так много знаю, я с такими многими людьми общаюсь. И для меня это был какой-то, ну, не чужой театр. А за последние полтора года, когда я активно нахожусь здесь, много хожу и много смотрю, я открываю для себя столько много неизвестного. И какие-то имена, которых я никогда не знала. И театры, у которых великолепная история, длинная, большая. И потрясающие актеры есть. И они не в столицах работают. И мне кажется, что очень важно рассказать об этом нашим слушателям, тем, кто интересуется театром, слушает нашу программу. И мне кажется, что лучший человек, чем Мара Киммеля, для этого найти нельзя, потому что Мара, режиссер, которая училась в Москве, училась у великого Анатолия Васильевича, которая до сих пор, мне кажется, очень с таким... У тебя глаз светится, когда ты вспоминаешь это время. Мара, которую я посмотрела в интернете, работала, наверное, во всех театрах Латвии. Сейчас я подумаю. Ну, Лейпайский театр, ты работала. Кукольному я не ставила, к сожалению, но это очень жалко, потому что люблю этот жанр, и мне кажется, что там совершенно потрясающие возможности, но как-то не до того, не дошла до того. Ну, мне очень интересуют два театра, про которые я хотела тебя расспросить, потому что, к сожалению, на русском информации мало, и мне кажется, что самое интересное – это поговорить с очевидцем. Это Валмирский театр или Лейпайский театр? Ну, в Лейпайском театре я мало ставила, хотя я там ставила свой первый спектакль. Это был Теннис и Вильям с «Стеклянный зверинец». Мне было 23 года, я была такая девочка в мини-юбочке, и даже удивляюсь, что удалось мне. Это такая смелость от незнания, когда сам не понимаешь, и нет никакой собственной цензуры над собой, то просто делаешь, и как-то и получается. Да, от смелости, ну, такой глупой смелости. От незнания. Да, да, ты просто делаешь и всё, и не контролируешь особенно, и без каких-то особенных, ну, да. И спектакль был такой живой, и очень стильный, модный. Мы его делали с Андрисом Фрейбергом. Это прекраснейший сценограф мировой известности. И Андрис, мы сделали такую абстрактную декорацию, и нас за это очень били, и ругали, и поносили. У нас были какие-то там такие клетки, и фотографии вроде ушедшего отца в полном росте, и что тогда было даже технически довольно трудно сделать это было, потому что не было такой большой аппаратуры и бумаги, и всё такое. Но спектакль, как я сейчас помню, он был живой, и очень хорошая у меня была актриса, которая играла маму Веры Шнейдера. И такая хорошая группа была, музыка делала Емон Калнынч, наш тоже очень хороший, прекраснейший композитор. Звёздный состав у тебя. Да, мы все были молодые, мы были друзья, и делали как-то, не думая о власти, и были довольно свободными молодыми людьми. И я даже, если не к сюжету, но мне кажется, что это то, что я попала в компанию вот таких очень свободных людей, это и определила мою судьбу в театре, потому что я считаю, что это самое главное, что ты достичь какую-то внутреннюю свободу. Это, кстати, очень трудно. Это только так кажется. Давай я буду свободным, это не получается. И мы всё время считаемся чем-то. И вот то, что я начала работать с друзьями, это, конечно, очень важно. И не боялась актёров. Вот это я не понимаю, почему я их не боялась, но у меня не было страха перед актёрами, что есть у многих начинающих режиссёров. И там я поставила первый спектакль свой. Театр тогда расцвёл с музыкальными спектаклями, музыкой, которым писал и Маткалненьш. Это были первые такие мюзиклы в Латвии и во всём Союзе. Их тогда ещё не было. То есть жанр опереты был? Да, но опереты – это другое. Но это было совсем другое. Да, но это молодёжный жанр, абсолютно молодёжный мюзикл. И стал очень популярным. И так как Калненьшимон тоже был очень популярным композитором. И этот театр в то время, он так и расцветал с этими музыкальными спектаклями. Но из-за того, что директору очень не понравилось и парткому наш спектакль «Стеклянный зверинец», меня работать в этот театр не взяли. Что тоже дало тебе свободу, в нет, простите. Ну нет, я даже так подготовилась, уже была договорённость, что я там буду свою дипломную работу ставить. Это была курсовая. И я приезжаю из Москвы, из ГИТИСа, и въеду в Лепо, и узнавать, как и что, и во сколько, и с кем. И смотрю, подхожу к этой доске, и там моего спектакля в следующем сезоне нет. Просто не существует такое. Ну всё, я повернулась и уехала. Сидела дома и думала, где же ставить диплом. Потом созванивалась с Эстонией. Тоже ведь там и сокурсник был мой, Иго Нормет, и какие-то ещё ребята работающие, которые из Эстонии, которые учились в ГИТИСе. У нас было довольно много прибалтов. И вдруг мне звонят из Валмиры. И предлагают ставить «Розово» с вечера до полудня. Это уже потом это название было, пьеса «Розово». А тогда пьеса ещё называлась «Площадь восстания». И пьеса ещё не получила лид. Ещё не было разрешения её ставить. А Валмиры был такой очень шустрый. А можно я сейчас расскажу? Потому что ты знаешь, я понимаю, потому что я театрове, что такой лид. Залитованные тексты – это те, которые прошли проверку и были допущены к публичному исполнению. А вы получили эту пьесу, видимо, в тех листах. Без разрешения. Как раздавали тогда какие-то вещи особенные и важные. Там был такой потрясающий, опять же, завлит, заведующий литературной части в театре, Гунар Трэйменес, который дружил со всеми современными драматургами и был лично знаком со всеми ими, тоже и с «Розовым». И он от него лично получил эту пьесу, потому что часто в Латвии или в Риге сначала поставили здесь, потому что как-то здесь позволили поставить. Далеко было от центра. Как-то это прошло, и потом уже был аргумент, что вот тут идёт, и всё в порядке, и ничего плохого. И потом уже пошло или в Москве, или в Ленинграде. И так я имела честь первое время поставить эту пьесу. И поехала туда, в Волниру. Там работал Кродерс, очень прекрасный человек и очень интересный художник, и богатая личность. И так как-то мы с этим коллективом сдружились, я там осталась работать и проработала целых 20 лет. Но предыстория этому театру к отношению ко мне тоже очень интересная, потому что там работала моя бабушка. Моя бабушка была режиссёром. И это для этого времени что-то очень странное. Странно и удивительно. Начало 20 века. Да. Нет, бабушка там работала после ссылки, приехавшей, где она была в Карганде уже тогда, приехавшей обратно, она не имела права, как все бывшие в столицах работать. И даже она не имела права работать режиссёром. А она начинала свою театральную деятельность в Германии. И она дружила и работала вместе, и создавала новый театр вместе с Бертольдом Брехтом. И дружила с самыми выдающимися личностями того времени. И, конечно, в Москве, и она вот уехала в Москву, так как была левым таким художником, и там её, конечно, посадили. И вместе с прекраснейшим её мужем, вторым мужем, Бернхардом Райхом, фамилия которого, имя которого, которое, наверное, в России даже малоизвестно, но он обосновал в ГИТИСе театральный факультет. Но его тоже посадили, потому что он не хотел отказаться от своей этой латышской жены. А он был еврей из Вены. Но он потом работал уже в Берлине. Но его посадили как немецкого шпиона. Это, конечно, было само собой, потому что он говорил по-немецки. Это эти парадоксы. Ох, судьба! А, ты вот сейчас сидишь, рассказываешь, я слушаю и думаю, это же как будто бы такие мостики, которые ты вдруг понимаешь, что до этого на расстоянии вытянутой руки можно дотронуться. Ну вот, и так я попала. И бабушка после ссылки работала там 10 лет, в этом театре. И там ещё был один своеобразный, очень интересный человек, актёр и режиссёр Петер Луцис. И они не ладили между собой. Моя бабушка и Петер. Бабушка моя была такая, ну, современная, ну, она из Европы приехавшая, а Петер Луцис, он был герой латышского народа, он первый сын рыбака. Это у нас, в Иллис Луцис, такой роман огромный, как Оскар, рыбак, молодой, красивый, там создаёт, ну, борется против несправедливости. Ну и он играл этого сына рыбака в первом таком большом латышском фильме времена первого государства Латвии, не знаю, как это по-русски сказать. Ну, это в период вот между двумя войнами. Да, да, да. Ну и его все боготворили, и он был такой национальный герой. Он был очень прекрасный человек, но они совершенно не ладили никак. Наверное, у них что-то просто случилось, потому что обычно такие люди должны были бы найти общий язык. Нет, он такой латышский, естественный, он очень хорошо читал стихи, он был очень такой, и он по образованию ведь не был режиссёром, он был фактически актёр, но и он ставил, его спектакли были такие реалистичные, очень естественные, с большой органикой, и не дай бог ничего такого. Экстремального. Ну, абсолютно, ни за что, да. А бабушка моя, наоборот, она и по характеру экстрем, и по средству выражения, она такая экспрессивная, очень экспрессивная. Ну, поездила в своей жизни. Ну, как она, да. И, конечно, ну, да, вот они не поладили. Ну, и коллектив встал на стороне Петра Луциса, и бабушка ушла из театра. Правда, ей тогда, наверное, она уже в пенсии была 55 лет, и она ушла просто на пенсию. Вот. И я вот вдруг пришла такая девочка, тогда уже мне было 24 года, в своей мини-юбочке приехала в эту Валмиру, и все смотрят на меня с удивлением, а там половина труппы, которые знают, что я внучка Анны Лацис, и сразу становились так, ну, прямо, так сказать, враг пришел. Неприем твой. Абсолютный. А я была очень непосредственная, и мало обращала внимания на какие-то такие внутренние какие-то такие... Вообще не обращала на это внимания. И, как ни странно, я просто работала вместе с ними, и это исчезло. И с Петром Луцисом у нас были прекраснейшие отношения. И я его очень любила, и он такой человек, да, такой, какой он есть. Ну, у нас не было никаких таких... Трений никаких не было. То есть, как сказать, историческое несоответствие его с твоей бабушкой на тебя не распространилось. Даже я смеялась, что я отработала карму бабушке за 10 лет, а потом следующие 10 лет свою. Ну, вот так, так. Скажи, пожалуйста, Кродерс. Да. Ну, из-за Кродера я, собственно, там и попала. Потому что, если бы не было Кродера, я бы там, конечно, и, наверное, и не осталась бы. Я бы... Ты бы просто сделала спектакль и начала бы искать другую. Дипломную работу, да. И, как парадоксально, но я с этим спектаклем не смогла защитить диплом, потому что до весны, до защиты, так и не дали это разрешение показывать спектакль. И вы играли нелегально? Нет, ну что? Это невозможно было в это время нелегально играть. Это никакой возможности не было. И я защитилась с лепойским спектаклем «Стеклянный зверинец». И это мы начали играть уже осенью с новым сезоном, когда, ну, как-то дали всё-таки это разрешение. И там, я даже помню, что на сдачу приехал Адольф Шапира и там эти дамы из министерства и вся эта цензура политическая. И Адольф сидел, и он говорит, «Как вам удаётся такое весёлое, прекрасное дело, как театр, превратить во что-то такое мучительное и ужасное?» И он очень защищал, но не дали тогда. Всё-таки они испугались, эти женщины. Но осенью уже мы играли, и всё было хорошо. И хорошо шёл спектакль. Розов был очень живая драматургия, такая живая-живая. И латыши, которые в то время не особенно любили русскую драматургию и особенно русскую классику, и ещё даже Чехов тогда очень плохо шёл. Сейчас Чехов очень хорошо идёт в Латвию и любит его. А тогда нет. Тогда как-то не ходили на русскую классику, но полупустые залы были. А вот Розов... Попал, да? Да, его очень любили. Он был понятен, потому что он говорил про сегодняшний день, про нас. А мы все были вместе в одном мешке, и всё это было понятно. И да, залы были переполнены. А Теннис и Уильямс хорошо шёл? Да, хорошо шёл. Американская драматургия пошла. Но это было... Хрущёвское время, это только-только что вот эта драматургия появилась. Появилась. Появилась, да. И книжки вышли, вот это такое издание маленькие, такие все одинаковые, драматургия зарубежная. И мы, конечно, я тогда как раз училась в ГИТИСе, и мы запоем читали. И, конечно, сам издат. Вот то, что я в Москве получила, потому что сам издат в Риге, он шёл, естественно, но тогда больше такая философская литература запрещённая. А в Москве, конечно, вся, все, все... Ну... Всё, что не могло публиковаться, шло сам издат. Абсолютно всё. Да, и всё в сам издатах таких огромных, так даже, на машинке печатали, да, и листья такие толстые. И полуслепые же они ещё были. Через четыре копирки печатали. Да, копирка, и... Но читали по ночам, и действительно было так, что были книги, которые ты получил на ночь, и прочитал. Поэтому информация в Москве была совершенно другая, другого уровня. После учёбы в ГИТИСе вернулась уже вся вот с этим багажом. Да, да. И у тебя был большой объём. Очень, да, очень. Ну и, конечно, не говоря об Анатолии Васильевиче и Афорсе. И это... Хлеб на всю жизнь пользуюсь до сих пор и люблю, и благодарю. Скажи, пожалуйста, вот давай сейчас к недавнему прошлому. Мы же встретились на спектакле Серёжи. Для тебя это было важно, я так понимаю, да? Ну, то, что поставил Дима Крымов. А-а-а. То, что привозили сейчас на Золотую Мазу. Да, да. Для тебя это тоже было важно, что... Ну, я очень люблю спектакль Крымова и очень уважаю вот тоже опять это слово, его свободу. У него такого уровня внутренняя свобода и творческая свобода, и он так чуток к проявлению вот такого, не знаю, как это сказать, аутентизма, да? Такое соответствие без лжи, что соответствие вот этому внутреннему ощущению и точность передачи вот этого ощущения, смысла и превращения его в образ, как он это делает, там... Это очень здорово и очень ценно, потому что это неповторимо, это создаётся по-настоящему, создаётся. Ведь есть очень много режиссуры, которые пользуются друг другом, и это хорошо, это правильно, что мы пользуемся друг другом, так и надо. И когда... Ну, такая собирательная режиссура, когда человек, он ездит по миру и многое видит, и сейчас вообще мы смотрим просто в интернете всякие идеи, берём и создаём свою вариацию, свой рассказ, пользуясь этими средствами. А Дима Крымов, он их порождает. Это немножечко другое, это другая ценность. Это неповторимые вещи, которыми вообще-то уже пользоваться нельзя, потому что они все только к конкретному случаю, они соответствуют форме и смыслу, но настолько неразделимы, что там это просто единое, единое что-то, что не имеет ни формы, ни содержания, а оно вот это то, то. Это как существо какое-то, и это имеет очень большую ценность. Я думаю, мы же не знаем, что мы делаем, на что мы влияем, и, как я говорю... Что из этого вырастет потом. Ну, даже и не вырастет, а что это укрепляет, что это лечит, что это утверждает, что это, да, я думаю, что вот это авторское искусство, оно имеет безумно большую ценность, и поэтому я это очень уважаю. Не только как театр, то есть наши профессии, а еще и как то, что может позволить себе личность, человек, потому что это только так кажется, что это просто... Мы же все время боремся со своими желаниями, нуждами, страхами, и очень часто все-таки сдаем. Идем на компромисс. Идем на компромисс, да. Даже особенно, даже и не замечая этого. Если кто-то нам это скажет, мы скажем, нет, это не так. Я в себя включаю в это, естественно. Но, наверное, надо стараться очень видеть свои дела и думать. Я думаю, что режиссер должен думать о том, как он влияет на... Буду говорить просто на окружение. Как он влияет на своих актеров, как он влияет на публику. Ты же свое какое-то произведение умножаешь на всех тех зрителей, которые это посмотрят. И это значит огромная ответственность. И все-таки вот как мы думаем, что мы говорим, или что мы... И что не надо плевать на улице. Но не надо. Просто не надо, и все. Нечего даже объяснять этого. И режиссер, он тоже может так плюнуть очень на многих. И не подумаешь, что он же сейчас плюет. Скажи, а если мы вернемся опять к Родерсу, про которого мне просто самой очень интересно. Он тоже был таким человеком, который влиял на... Да, абсолютно. Это же была очень масштабная фигура, я так понимаю. И он... Вот опять же, то же самое слово. Он был настолько свободен, что это было даже удивительно, что так возможно. Он себя не цензировал нисколько. Он был таким, каким он есть. Он говорил то, что он чувствует и думает. Выражался так, как он абсолютно в соответствии со своим ощущением. И он создавал кругом себя такую зону свободы. И я безумно благодарна и счастлива, что я попала там. Потому что я думаю, что я была девочка довольно такая стеснительная, как ни странно. И я бы не смогла сама как-то позволять себе быть собой. Я не считала, что я имею что-то такое, чтобы позволять себе быть. Очень как-то странно. Я даже не понимаю, от чего это. А Кродер, он вокруг себя, он просто все расцвели. Вот целая группа актеров, прекраснейших актеров, они просто расцвели. И что это в это советское время в провинции, в маленьком, сером, довольно таком неприятном городе, какая была Валмир тогда. Сейчас Валмир тоже очень расцвела. И Валмир чистая, красивая. И даже как-то не так чувствуются эти дома жуткие советского времени. И она была разбомбирована вся во время войны. И ничего не осталось из старого города, кроме церкви. Застроили потом в церкви коробки. Потом застроили жуткими советскими домами, жуткими. Ну, как во всем, во всей территории Советского Союза, они все одинаковые, все по стандарту, и все очень-очень противные. Они антигуманные. Но так как в Валмире есть изделия, и цветы, и чистота, и какие-то скверы, и все, это сейчас уже это меньше чувствуется. Хотя я бы обязательно хотела бы снять эти дома, которые возле церкви, там какие-то четыре, по-моему, или пять домов, и снять их, и построить хорошую современную архитектуру, или уж не знаю, что парк сделать там. Они очень мешают этому образу города, потому что в самом-самом центре такие страшные домики стоят. Скажи, а театр, вот это здание, которое сейчас, оно когда было построено? Ее строили в двух, как это, в два приема. Сначала построили рядом со старым зданием, в котором еще моя бабушка работала, и я тоже работала. И меня, кстати, принимал на работу тот же директор, который был при бабушке. я работала с актерами, бабушке, это очень-очень странно. Вот, и рядом с этим старым зданием построили дополнительное здание, в котором были мастерские и гримерные актеров. А потом сносили это старое здание и строили новые со сцены и зрительскими этими помещениями. Очень красивое здание, очень хорошо вписано на самом деле. Да, да. Вот я была в Эстонии, в Вильянде, где тоже прекрасный театр стоит, просто посреди города. Да, в Клайпеде тоже прекрасный совершенно. Да, он красиво перестроен в Клайпеде. В Литве прекрасно. Перестроен очень. Да, и они тоже подстроили к старому зданию современные стеклянные еще дополнения и очень хорошие и удобные очень. Да, и там новая сцена. Вильянде новое такое красивое. Ну, очень красивое здание, которое просто как будто бы центр города. Так оно на холме, около пруда. Вообще просто какое-то потрясающее красатое здание. Да. Очень много интересных зданий вот в таких небольших городах в Балтии. Я сейчас была еще в Шауляе, и там, оказывается, театр, который был построен тоже в 30-е годы. Да, да, да. И он очень хороший, и он очень такой какой-то, ну, располагающий зритель, надо сказать. Да, он хороший, он лучше, чем, к сожалению, как-то все время после Мелькиниса в Паневежесе театр никак не воскреснет. Он все время чахнет, 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 и плохо так говорить, но не особенно хороший театр. А вот в Шауляе, по-моему, там сейчас как-то тоже труп поменяется, и вот я ездила на премьеру, мне понравился спектакль. Ну, я, конечно, очень люблю Клапедов. Клапедовский театр, и директор там молодой, и очень умный, и знающий, и добрый, и активный. Сколько уже премьер у тебя там? У меня нет, у него там... Ты уже три раза работала? Три раза, да. Ты уже три спектакля выпустила. И твой ученик Алмар Синьков в прошлом году получил главную награду. Да, лучший режиссер. Литовского театра. Я очень рада за него. За свой спектакль тоже в Клапеде. Но вернемся к Родеру. Да. Ну вот, и к Родеру, который тоже, как и вся латышская интеллигенция, сидел в концлагере где-то за полярным кругом, вернулся светлым, свободным человеком, которого, так сказать, уже ничто не страшно. И он вот свою вот эту личность, которую он же его посадили, когда ему было 16 лет, мальчик он был. Но он получил уже до того очень хорошее образование. Его родители были отец тоже и писатель, и драматург, и мама была актрисой, но, правда, мама перестала работать, когда родила обоих детей. Второй брат еще меньше был. тому было, по-моему, лет 14 или 13. Когда вся семья была сослана. Да, когда семья была сослана. Но отца не сослали, его просто уничтожили. Потом, конечно, мы-то понимаем, что вся эта оффенсива была против брата отца Кродера. Это был не... Он был активный политически. А отец Кродера, он... Нет, он был просто интеллигент. Но за это тоже сажают, конечно. Да. Ну, мне кажется, страдают всегда независимые, свободные и умные. К сожалению, так получается. Там, по-моему, даже еще все более тупо было. Столько-столько надо посадить, столько-столько посадили, и все. Никто особенно не разбирался. И когда он вернулся после вот этих... Ну, это же были длинные испытания. Да. Но он не был... Он был без профессии. Мальчиком сослали его. И тогда он... Он там закончил, по-моему, среднюю школу. Или ему зачислили, я уже не помню как. Но он поехал в Москву на высшие режиссерские курсы. Как-то удалось ему это. Министерство культуры его очень тоже поддерживало. и закончил там вот такой короткий режиссерский курс. И потом вернулся и начал работать в Лепойском театре. Он проработал в Лепойском театре. А потом переехал в Валмиру. Вот. И в Валмире было действительно такое время Кродера. Вот. И я попала в это время. И он ставил совершенно потрясающий Гамлет. Он ставил ну и классику и современные и русские современные и латышские современные спектакли. И они всегда были такие даже не скажу что яркие но но с такой ясной мыслью понятной. И конечно мы все тогда работали в Латвии кто был все работали спектакли ведь были с таким с подтекстом все работали на подтекст такой такой язык все работали в оппозиции власти. И как-то мало было тех режиссеров которые ставили спектакли для власти были конечно такие но большей частью все работали в оппозицию и все наши спектакли были посвящены тому что мы сопротивлялись смыслово вот как-то доказывая как это неправильно как неправильно вот эти поступки как неправильно это как несправедливо это как это нечестно вот даже так наивно но на самом деле вот именно так да такой эмоциональный протест и люди сидели в зале и все вместе друг друга понимали ну театр он для этого и есть да но это Эфрос также работал да Мара у нас время истекло так было интересно слушать ты придешь еще ну давай мы поговорим еще про театр хорошо спасибо вам большое слушайте программу без антракта я очень надеюсь что мы еще послушаем продолжение потому что история большая и у Мары еще большая история есть про работу в Риге и про учеников мы тоже можем поговорить хорошо вот спасибо тебе большое и как только у нас откроются все возможности поедем в Алмир да хорошо спасибо спасибо Мара